Как сделать так, чтобы Agile заработал? Асхат сегодня с утра рассказывал, как понять, что Agile работает. Давайте покопаемся в механику вот этого всего, в механику гибких процессов и подумаем вместе, посмотрим, как сделать так, что приходите вы, например, с конференции. Спасибо. Приходите вы с конференции, как менеджер, например, своим ребятам говорите, так, ребята, всем, что вы обычно говорите, всем канбан с понедельника или всем скрам. А ребята такие смотрят на вас, ну а какой у них выбор? Ну, сказали скрам, значит скрам. Идут, что-то делают, вот как раз то, что Боря говорил, do in Agile против be in Agile. Пытаются делать скрам, делают какие-то там вот эти вот ритуалы, приплясывают возле доски по утрам, ходят там что-то еще делают. Что-то не работает. Сегодня мой доклад как раз этому и посвящен. Давайте посмотрим механику Agile процессов, как сделать так, чтобы все-таки это приносило ценность. Пару слов буквально таких вступительных, как индустрия развивалась, пара ключевых моментов. Вот водопад, к которому мы все привыкли, все те, у кого не бардак в процессах. А, кстати, я забыл совсем сказать, меня зовут Дима Лобосев, я последние пять лет занимаюсь тем, что помогаю компаниям сделать процессы чуть более хорошие, нежели они есть сейчас. Так вот, да, и работать приходится с двумя типами компаний. Первая компания, у которых каскадная модель, то есть водопад, да? А второй тип компаний, как вы думаете, какой? Никакой процесс, да? Они говорят, что у них уже Agile, например, или у них водопад, хотя на самом деле там, конечно, процессный адафад. Но так или иначе, вот смотрите, как интересно индустрия развивалась. В 70-м году придумали каскадную модель, да? Как это выглядело? Смотрите, примерно вот так, да? То есть, типа, приходит к нам заказчик, говорит, ребят, запилите продукт, мы такие, хорошо, сейчас давай мы соберем требования, спроектируем, да? Разработаем, протестируем, выкатим и будет тебе счастье. Правильно? А на самом деле вот так водопад выглядел. Вот эта оригинальная PDF, ее до сих пор можно в Google скачать, Винстон нравится, он говорил про то, что, ребят, смотрите, а на самом деле, вот здесь нечитабельно, но так или иначе, он говорил про то, что, ребят, невозможно за один проход сделать хороший продукт, качественный. Нужно сделать таких минимум два прохода. Вот те, у кого из вас водопад, делаете ли вы? Два раза одно и то же, начиная от анализа, заканчивая тестированием перед выкладкой. Мало кто делает. Ну и получается на выходе есть такой ролик, Макс Дорофеев, вы, наверное, видели, да, на ютубе, оттуда скриншотик, что как бы процесс у нас выглядит примерно так. Мы, какие-то люди, половину времени большую проекта генерят какую-то безумную документацию, да, разработчики там потом на это все смотрят. Если смотрят, как бы немножко в шоке, тестировщики плачут. Почему? Есть тестировщики здесь среди вас? Есть пара человек, да? Обычно вот на моей практике, из того, что я вижу, тестировщикам очень грустно. Почему? Потому что мало того, что эти ребята сделали не совсем то, что было здесь написано, да, так еще и они это делали очень долго, потому что как бы мне не закладывали там, какие буферы между стадиями, все равно у нас разработка занимает больше времени, чем мы хотели. И самое интересное, то, что они тестируют на самом деле, обо что? Есть даже такой как бы термин тестирования, обтребования, да? Хотя заказчик, например, уже понимает, что должно быть что-то по-другому. И дальше что было? Дальше вот смотрите, появился в 95-м году Rational Unified Process, основанный на каскадной модели, наверное, вы все знаете. И появился Scrum в один и тот же год. Представляете, индустрия раскололась на две части. Были люди, которые верят, верили вот в рупы каскадную модель, в жесткие такие регламентированные процессы. Давайте сделаем 33 роли, давайте опишем все-все-все процессы, процедуры, будем по ним идти. И тогда мы верим в то, что тогда наш проект с высокой степенью вероятности будет сделан в срок, в рамках бюджета, с нужным качеством и так далее. И были люди, которые говорили, нифига, не будет это никогда работать. Почему? Потому что какой бы мы универсальный процесс не придумывали, а контексты проектов все время разные. Вот даже внутри одной компании разные проекты совершенно разные имеют контекст. Почему? Потому что люди разные, технологии разные, заказчики разные, сами продукты разные. И так далее, и так далее. Как один процесс может подходить сразу же всем? И вот так как, ну раз уж сегодня 2015 год, и как бы мы тут говорим с вами про Эджио немножко, выглядит так, что вот эти ребята победили. Которая веточка гибких процессов. Почему? Потому что в 2005 году Руб успешно как бы почил. Не то чтобы он, его нельзя использовать или что-то еще, просто там он перестал развиваться, вышел его последняя четвертая версия. И году в 2012-2013 его автор, Игорь Якобсон, один из авторов у себя в блоге написал, что как бы там, ребят, извините, там был неправ. В современном мире Руб не работает. Слишком, слишком unified. Да, это его погубило. В шестом году появился Kanban, там гдеатом девопс, это все, все нюансы. Так вот идея вот какая, смотрите. Я вот здесь с Борей не совсем согласен, но в индустрии с 2005 года не появилось ни одной методологии, которая бы описывала последовательно, что и как мы должны делать, которая бы стала промышленным стандартом. Все, что появилось, это вот Scrum, XP, Kanban и так далее, это все наборы инструментов, это все процессные фреймворки, вокруг которых, которые вы можете взять за основу, и в своей проектной команде, вокруг которых можете как раз выстроить свой процесс. Такой, какой вам нужен именно в данный конкретный момент времени. И вот давайте, что уж тут быть голосованными, давайте посмотрим на пример команды, вот моя проектная команда. Что с ним не так, как вы думаете? Есть две обычных ключевых вещь, что-то не так. Все улыбаются, да, они в банке работают, как бы, да, странное дело. А еще что? Не видите? Только один человек что? Да, в стороне кто-то сидит. Это интересная особенность. Вот вы посмотрите в ваших командах, если у вас распределенная команда, есть у вас такое, проявляется или нет. Эти ребята из Москвы, а этот приехал из Екатеринбурга в командировку. Поэтому он как бы себя с ними, как бы вот так вот чувствует, не очень в тесных отношениях. Но так или иначе, хотя они работают над этим проектом. Итак, есть проектная команда, которая как-то работает, да, какие-то проблемы есть, какие-то факапчики, там работаем по выходным, там заказчик нами не всегда доволен, там, да, перерабатываем, что-то такое. И в определенный момент кто-то говорит, ну, как бы, доколе, да, или бизнес приходит, например, заказчики наши говорят, ребята, там как бы уже, вот нельзя уже так работать, давайте как бы начнем что-то менять. И существует, в принципе, несколько возможных вариантов, как можно поступить. И вот смотрите, как обычно бывает на практике. Почему-то у меня не по пункту показывать все сразу же. Ну ладно, внедряем готовый подход. То есть приходим, говорим, всем там как бы, не знаю, всем вот типа Crashly, нефотпрост или еще что-то. Это первый вариант. Теперь вы делаете так, так, так и так. Второй вариант – это попробовать что-нибудь модненькое. Ну, все говорят, agile, там, да, Scrum, Kanban, там, как бы Боря вот про фреймворки рассказывает. Надо, надо типа брать и делать. И что получается на выходе? Смотрите, бывает ли вот у вас так? Было ли? Пример со скрамом. Смотрите, утренний стендап. Люди, разработчики встречаются у доски, да, один другому говорит там, вчера я охотился на диких волосатых мамонтов. Сегодня буду охотиться на диких волосатых мамонтов. Как бы проблем никаких нет. Другой разработчик повторяет то же самое, потому что это ритуал, который скромно говорит, мы должны отвечать на три вопроса на этих утренних стендапах. И так далее. То есть мы о ней поговорили и разошлись. Есть от этого польза какая-то? Вот я делал задачу джира там 125. Сегодня буду что делать? Продолжать ее делать, да? И как бы проблем у меня никаких нет. Все, я молодец, сочетался. Как бы давайте следующий. Это вот пример как раз это называется, есть такой даже термин каргокульт. Наверное, слышали, да? Когда мы исполняем ритуалы, не понимая, зачем они нужны. Еще один пример. В скроме есть такая штука, на которую все обычно забивают, потому что понятно, что это, конечно, хорошо, но нам она не очень нужна. Но те, кто не забивает, бывает вот такая штука. Ретроспектива, да? Итерация закончилась, мы такие встретились. Один такой говорит, блин, было отстойно. И другие такой, да, типа, ну да, было отстойно. И друг на друга посмотрели и разошлись, да? Или бывает еще эволюция, ретроспектив. Знаете, сначала просто разошлись, потом как бы, если в следующий раз встретились, да? Потом такие друг на друга посмотрели, было не круто. Много багов, например, да? Такие, что будем делать? И все такие тупят, как бы, ну, немножко как бы не понимают. А что же мы можем делать с большим количеством багов? И кто-то такой говорит, а давайте писать более качественный код. И все такие, трудно спорить, да? Давайте. Давайте друг на друга посмотрели такие и разбежались, как бы разбежались писать более качественный код. Помогла такая ретроспектива? Наверное, не очень, да? Потому что, как бы, что это значит более качественный код? Или давайте работать лучше, да? Вот из этой же серии. Ну, окей, давайте. И есть еще один, я вот в некоторых компаниях наблюдал, знаете, какой вариант? Декларирование ценностей сверху. То есть, вот, представьте себе, не хочу никого обидеть, но вот менеджер, например, какой-нибудь руководитель, какой-нибудь функциональный, да? Там, руководитель департамента, например, IT. Послушал Борин доклад, там, как бы, все круто, там фреймворки, в компании, все дела приходят и говорят, ребята, вы должны разделять эти жилценности, это, там, вот это, вот вы должны быть, вот, как бы, вот такими, вы инновационными, там, и так далее, и так далее. Вот что-то вот из этой серии, когда такой, ребята такие на нее смотрят, ну, как пример, про почтальон Печкина, да? И это не работает. Я просто в некоторых компаниях вот это видел, знаете, руководители такие говорят, да как же так, что мы же, вот, мы же, мы же, вот, прям, вот мы за agile, мы за вот эти ценности, люди, их взаимодействие, там, все дела, как бы, постоянно ходим, ребята, вы должны быть ответственны, вы должны думать за бизнес, помогать ему, и так далее, и так далее. Проблема заключается в том, что мало говорить, что нужно делать, надо еще и помогать людям это делать, да? И вот, смотрите, идея такая, была бы наша с вами задача, как людей, которые так или иначе участвуют в процессе изменения, в процессе изменения процессов, в процессе внедрения, там, как Scrum, Kanban, что угодно, да? Чтобы люди, наша проектная команда понимала, почему, зачем нам ходить на стендапы, зачем нам ходить на ретроспективы, почему нас заставляют двигаться короткими итерациями, почему важно, я не знаю, устраивать еженедельную демонстрацию заказчикам результата, и тогда это заработает. То есть, и вот сегодня я хочу вам показать как раз три таких, три основных ключевых навыка, умения, скажем так, команды, которая бы вот могла бы считаться крутой командой, да? Как Хасхат Сунисера термин крутая упомянул. Давайте представим себе ситуацию. Помните, были ребята, которые улыбались, да? А вот они выкатили что-то, и заказчик такой говорит, блин, это полная типа хрень, да? Не то. А мы его спрашиваем, да, что же ты молчал, что же ты раньше не сказал, там почему-то как бы он. И, в общем, такая вот ситуация, да? А что мы с этим можем делать? И в принципе есть какие варианты, да? Agile нам предлагает уже готовые понятные инструменты. то есть Scrum, например, то же самое возьмем, короткие итерации, давайте вместо трехмесячных, полугодовых, годовых циклов, давайте научимся, каким бы B2B, сложным, суперинтерпрайз, там или B2G, да, на нашем приложении не было, давайте научимся раз в две недели поставлять какую-то сборку, собирать с нее обратную связь, да, делать демонстрацию в конце каждой итерации и бизнес же к нам приходит и говорит, что ребята, сделайте мне хорошо, да, мы его спрашиваем, а что это значит? А он такой, ну как бы вот все, это значит, да, трудно поставлять каждые две недели результаты, правильно? Поэтому мы должны научиться как бы слайсить это. Понятно, да, а на что, вот смотрите, такие, ну и там еще куча инструментов различных, вы их прекрасно знаете, как бы вот теперь у меня к вам вопрос, а вот какая там подоплека у этого всего? Что они позволяют, по сути, эти инструменты сделать? Для того, чтобы вот эту проблему решить с тем, что мы не топ заказчику отдаем. Найти ошибку на ранней стадии, окей, а еще можно это как-то переформулировать в некий, не знаю, контролировать, это тоже, но я хочу еще глубже, вот чтобы вы вовремя скорректировать цели, это правильно, но еще глубже. Управление жданиями, это процесс в стандартном подходе, в классическом. Еще глубже, еще глубже. Вот суть, но вы же это делаете, наверняка у вас у большинства есть итерации, наверняка демонстрацию делать. заставить заказчика подробно формулировать. тоже да, еще глубже. Вот прям. Стать одной командой, тоже да. Еще. Суть. Бизнес, чтобы зарабатывать деньги, это понять проблемы. Можно. Соскочить. Ага. Темная сторона у вас это говорит. Вы же знаете, что это же у вас за добро. Ну ладно, я не буду вас больше мучить. Вот смотрите. Собственно, тот самый первый навык, один из которых я вам хочу показать сегодня. Суть частых демонстраций, коротких итераций, декомпозиции заявок. Научиться как можно быстрее узнавать то, чего мы еще не знаем. То есть по сути, это можно сказать, что управление рисками встроено в процесс работы нашей команды. Немножко вам, кому-то может показаться, что глупо звучит эта формулировка. Как можно раньше узнать то, чего мы еще не знаем. Но по сути, как бы это вот лежит в основе механики гибких процессов. Как можно более быстрый цикл обратной связи. Помните, как в обычном водопадном проекте что происходит? Мы, например, пилим продукт, через год, например, в лучшем случае выпускаем релиз и дальше начинается самое интересное. Что начинается дальше? Все не то. Типа того. Начинаются чинч-реквесты, поэтому там люди из классического управления придумали процедуры специального управления чинч-реквестами, которые из заказчиков еще деньги убивают и так далее. Наша задача сделать так, чтобы мы двигались маленькими шажками, постоянно узнавали что-то новое о технических рисках, об инфраструктурных каких-то вещах, о бизнесе вообще, о клиентах, об их потребностях и так далее. Все что угодно. Чем больше у нас информации, тем более качественные решения мы можем придумать. Правильно? И движение короткими итерациями позволяет нам на каждой следующей итерации немножко просто свернуть в нужную сторону. Согласны? Ну окей. С этим понятно. Как можно раньше узнавать то, чего мы еще не знаем. И вот у меня к вам такой вопрос. Знаете, он в виде домашнего задания. А вот наверняка у вас проекты же сложные у большинства. Наверняка. А что если заявку за две недели нельзя реализовать бизнесовое требование? Вот оно не декомпозируется, чтобы была какая-то ценность на выходе. Как быть в этой ситуации? Сейчас не отвечайте. Это вам просто на подумать. Давайте усложним пример наш. Смотрите, мы как бы сделали выводы из того, что заказчику мы показали не совсем то, что ему нужно. и решили делать частые демонстрации и бла-бла-бла. Снова ему показываем. На выходе снова получается не совсем то. И мы обычно… Я хотел вам вопрос задать, она сама выскочила, но так или иначе. Плохой заказчик, первое, что приходит на ум. Второе, что приходит на ум, это стандартная тема. Эжел нам не подходит. Мы попробовали. Это все в стартапах наверное будет хорошо работать, но в нашем интерпрайз окружении вообще никак не работает. В чем здесь проблема? Смотрите, очень важна такая интересная проблема в том, что в том, как мы думаем. Если вы посмотрите любое видео или почитаете книжку про то, как мозг думает, то вы узнаете, там вам расскажут, что мозг вообще не любит думать. Думать для него это сложно, больно, неприятно и так далее. Поэтому мозг, он что делает? Он генерит шаблонные решения всегда. Просто он берет, ищет паттерны и в ваш рот их выплевывает. То есть вы, например, столкнулись с проблемой, что будем делать? Раз моментально есть решение, через наносекунду. Моментально готовое решение. Ну, это же он нам не подходит. Окей, понятно, давай тогда давайте что-нибудь другое. Или там, ой, я точно знаю, как это исправить, давайте делаем вот так. И мы бежим, делаем, и получается у нас такие процессные костыли, то, что называется. Идея вот какая. Смотрите, индустрия разработки до чего дошла. А давайте мы попытаемся заставить наш мозг думать, как бы это ни было неприятно. И, кстати, водичка помогает. Помогает ему не пересыхать, помогает ему думать. Есть хорошая практика, А3 Финкин называется, или вот простой пример, дерево причинно-следственных связей, там 5 почему, инструмент. Идея такая. Если мы столкнулись с какой-то проблемой, например, много багов в продакшне, или там, например, что-нибудь задеплоили, или там у половины пользователя что-то отвалилось, мы потеряли деньги. Первое, что приходит на ум, что нужно делать? Ну, ну что, что вам подсказывает опыт? Кого-нибудь уволить, у кого-нибудь отобрать права на депло, кого-нибудь еще наказать, и так далее. И что-нибудь еще, какие-нибудь еще формальные процедуры придумать. А на самом деле, можно не бросаться решать эту проблему, а всей командой сесть и подумать, а почему так произошло? Вот пример, смотрите, одного из проектов. Долго шли приемо-сдаточные испытания. То есть мы, например, фигачим-фигачим, бизнес-требования делаем-делаем-делаем, и на этапе приемки они у нас все зависают. Не идет дальше ничего. Блин, ну почему так? Мы же старались, вроде бы бизнес приходил, говорил, срочно и так далее. Начинаем анализировать. Почему долго ПСА? Потому что у бизнеса нет ресурса на то, чтобы осуществить эту приемку. Окей, почему у них нет ресурса? Потому что у них есть более важные задачи. Хорошо. Почему у них есть более важные задачи? Ну, потому что по этим задачам, которые мы сделали, потерялся приоритет, пока мы их делали. Да, Потому что мы их делаем, например, что? Сколько обычно вы делаете задач? Большие. Месяц. Или полгода. Да? Или еще что-нибудь из этой серии. Либо по каким-то другим причинам. Да, вот слишком долго делали. Либо, например, изначально не было приоритета у этих задач. Да? Интересно. А почему так произошло? А потому что бизнес как бы сказал делать, а вот мы начали делать. А почему они сказали делать? А потому что другие задачи у них сейчас не было под рукой, чтобы нам дать. То есть мы, например, там внезапно освободились, и бизнес такой говорит, ну, ребят, так, вы же не можете простаивать, Найте, офигачьте вот это. И в итоге мы делали, делали, тратили время, и потом это все в продакшен не идет, потому что никому не нужно. Проблема? Проблема. И вот интересная вещь. Вместо того, чтобы ругаться на бизнес и говорить, что они негодяи, и PSI там как бы их вина в том, что ничего не выходит в продакшен, потому что они не делают PSI или что-то еще, мы докопались до причины, до глубинной причины проблемы всей команды нашей. И увидели, что на самом деле, смотрите, по какой-то причине мы делаем задачи неважные. И дальше как нам поступить? Не делать неважные задачи. Окей, это шаблонный ответ. Это к предыдущему слайду. На самом деле, более правильный ответ здесь, наверное, такой посмотреть, как нам, как команде, вместе с заказчиками, друг на друга, то есть вот мы раскопали причину, давайте друг на друга посмотрим, поймем, что мы будем с этим делать. Прямо сегодня. Что лучше всего сделать вот с этой новой информацией, которую мы узнали? И еще интересная особенность, что люди, кто-то задавал за вопрос, Боря, вылезти, должны ли разработчики вылезать из своей ракушки или что-то из этой серии. Такая метафора была. Как бы да, вот готовы ли вы делать вот такой причинно-следственный анализ в одиночку? Готовы ли вы там смотреть за процессом, там как-то что-то делать лучше в одиночку? Да, скорее всего нет. Благодаря еще большинство людей, там, с 9,9% не готовы. Поэтому придумали объединять людей в команды. Окей, ты Java-разработчик, ты там то-то, ты то-то, у тебя свой кусок кода, у тебя свой кусок кода, но давайте мы будем учиться работать все вместе над чем? Не просто каждый сделает свои задачки, будем учиться как можно быстрее и качественнее деливерить какую-то бизнес-ценность. И тогда уже мы будем видеть вот эти проблемы, будем вместе их анализировать и будем придумывать, как их можно исправить. Ну и вот пример с ретроспективой. Это в скрам, встроенный инструмент как раз вот этого непрерывного анализа, выявления, во-первых, глубинного анализа и решения проблем. В Kanban, например, нет ретроспектив, но что там есть? Наверняка же что-то должно быть связано с проблемами. Кто помнит? Ну ладно, потом почитайте. Вот. И второй навык я бы так сформулировал. Научиться нам как команде научиться вовремя видеть, не прятать под стол, а вытаскивать наоборот наружу, анализировать обязательно, не решать симптомы проблемы, а копать корневую причину и после этого уже как бы после того, как мы проанализировали, решать эту возникающую проблему. Окей, хорошо, допустим, научились это делать и как бы все делаем, но типа опять заказчик недоволен. То есть сделали опять не то, что ему нужно. На выходе на приемке оказалось, что как такое может быть? Что еще мы не учли? Заказчика не научили правильно смотреть. То есть вина в заказчике или в нас? В нас. Ну, примерно про это. Смотрите, идея такая, что вот причина здесь кроется в том, как мы вообще с заказчиком выстроили наши отношения. Не важно, какой это заказчик, у нас аутсорсинговый проект или у нас внутренний инхаус разработка, мы для собственного бизнеса это делаем. Когда мы заказчики, они заказчики, мы исполнители, то как бы на них ответственность, они к нам приходят и говорят, помните вот этот баян, такая шутка там, заказчик прибегает к вам в комнату, у него же приоритет всегда срочно, он говорит, ребята, срочно выстрелите мне в ногу. Вы такие, берете и стреляете ему, бах, у него в коленке дырка, он плачет, истекает кровью, прыгает на одной ноге. И вот уже вот этот напряг прошел, и вы его спрашиваете, а что случилось? Знаете, такой анекдот? А он говорит, да у меня что-то под коленкой чесалось, весь окровавленный, такой с дыркой в коленке прыгает. А вы его спрашиваете, так может быть тебе надо было почесать? А он вам что говорит на это? А что так можно было? Я не знал, я думал только стрелять. Вот это вот примерно иллюстрация, вот подхода, когда мы делаем то, что нас просят, у аналитиков, кстати, есть еще даже такое понятие, снимаем требования с заказчика. То есть мы приходим с заказчика, с диктофончиком садимся и начинаем из него выуживать то, что он хочет. Блин, ну круто. А он же хочет решить свою бизнес-потребность. Он понятия не имеет, как это должно быть реализовано в продукте. Или имеет, но это понятие шаблона на него. И в этом смысле давайте мы попробуем научиться помогать заказчику думать. Вне зависимости от того, кто мы на самом деле в команде. Отдельно взятый разработчик, аналитик, тестировщик или менеджер, или кто угодно. Мы как команда или как отдел внутренней разработки, который решает бизнес-потребности клиентов, мы должны помогать им думать, как же максимально хорошим способом реализовать то, что им нужно. Согласны? Вот пример хочу вам привести из одного, в одном из банков. Бизнес пришел и говорит, это мы уже анализировали, там потом писали, когда зафакапились. бизнес пришел и говорит, ребята, во всех системах есть дашборд, давайте запилим дашборд. Аналитики такие, ооо, давайте. Что ты имеешь в виду по дашбордам? Заказчик там, ну это когда цифры здесь, графики тут, это там можно сюда, это туда. Аналитики такие, да не вопрос. Хорошие аналитики сели, написали 200 страниц документации, два месяца согласовывались со всеми подразделениями, разработчики пошли, сделали, выкатили, и как бы, что оказалось? А это битубишный был продукт. И оказалось, что странным, удивительное дело, но клиенты нашего продукта, хоть они и все компании, юрлицы, да, российские, оказалось, что большинству из них такой дашборд вообще не нужен в том виде, в котором он есть. Некоторым вообще не нужен никакой дашборд. Почему? Потому что клиенты все разные. Есть ИП Дима, например, у которого одни потребности в дашборде, например. Есть там ООО Headhunter, да, или ООО, что у вас, Барь, не спи. Вот, у которого другие потребности, а есть какой-нибудь там ритейлер, например, X5 Retail Group, у которого совершенно другие потребности в дашборде, правильно? Совершенно другая информация по-другому должна отображаться. Поэтому как бы фича никому оказалась не нужна. И вот мы так и думали, блин, там вот, как это сделано в других системах, может быть, это надо было получше посмотреть, кто действующий лист, может быть, определить, для чего нужен дашборд клиенту. И был в команде один такой, как же его звали? Ну, неважно, как звали, представим себе, что Коля, да, архитектор. Он как настоящий архитектор, очень хороший. Он такой был молчаливый, такой, как бы, слово лишнего не скажет, но когда скажет, прям вот бомбил. И он такой, вот это ребята обсуждали, вся команда там в течение, наверное, получаса, там вот, вот, вот. И вот такой он говорит, такой, ребят, а как бы, а вот видите, что здесь написано? А почему вообще дашборд? Да? Почему вообще нужно было сделать дашборд? Какую проблему мы хотели решить? И вот третий навык нас как хорошей, классной, да, крутой команды заключается в том, чтобы мы помогали заказчику, задавая, например, такие вопросы, да, или своим опытом, своими, своими знаниями предметной области думать, да, такие вопросы задавали, на которые быстрого ответа нет. Заказчик прибегает, ребят, сделайте дашборд, а мы ему говорим, окей, не вопрос, сделаем, а скажи, пожалуйста, почему дашборд? А заказчик такой, ну как? Потому что в других системах есть, а мы ему говорим, что? Ну какой-то слабоватый аргумент, да, давай-ка подумаем, для кого он нужен, и так далее, и так далее, все эти вопросы уже начинаем обсуждать. И в принципе есть вот то, что Боря рассказывал, тоже там, линд старт, линд канвас, да, это все вот как раз про это же самое. Давайте мы посмотрим, кто, какие сегменты, кто наш конечный пользователь, да, какие сегменты аудитории, какие у них есть потребности, да, проблемы, как мы можем эти проблемы решить. И даже вот для ребят в этом проекте из банка, да, B2B, про который я рассказывал, для аналитиков, для них было невозможным даже подумать о том, что, например, в компанию X5 Retail Group можно прийти и поговорить с конечным пользователем в будущем, то есть поговорить с финансовым директором, например, да, или поговорить с бухгалтерами. Они для них, это было, знаете, безликий юрик какой-то, да, про которого они ничего не знали. Оказывается, через клиентских менеджеров, если там попытаться, то даже в большом банке можно выйти на конечных пользователей. Офигеть! Они когда это поняли, они как бы рты раскрыли и не могли в это поверить. И после этого начали делать. И второй шаг, когда мы глубоко поняли проблематику, вот тогда мы уже можем проектировать решение. А лучше не одно решение, да, лучше несколько. Ну, здесь есть там дизайн-финкинг и так далее, подходы, в принципе, их очень много. Но эти решения, они вот, они у нас не просто потому, что заказчик пришел, сказал, ребята, сделайте дашбор, да, потому что мы понимаем, кому и зачем этот дашборд нужен и как им будут пользоваться. Разумно звучит? Ну, вот и третий как бы навык. Можно так сформулировать. Помогать бизнесу добиваться лучших результатов из возможных. Под возможными я здесь имею в виду лучших из тех, которые мы, как IT и бизнес, смогли придумать, работая вместе. Что? За те деньги, которые нам дали. Окей. Или которые мы попросили. Мы могли попросить 100 миллионов, могли попросить 200. Могли еще о чем-то договориться. Ну и вот, в общем-то, возвращаясь к вопросу, как сделать, чтобы agile заработал. Если у всех в команде или хотя бы у большинства будет понимание вот этих вот глубинных механизмов того, как это работает, что мы должны постоянно искать фидбэк, как можно быстрее узнавать то, что мы еще не знаем. Что мы должны непрерывно выявлять проблемы, глубоко их анализировать и решать. Что мы должны помогать заказчику лучших результатов достигать, помогать ему думать. Вот тогда можно, смотрите, можно подбирать контекстные практики. Не unified какие-то вещи, а именно те, которые сегодня у нас заработают. Потому что ирония в том заключается, что даже возьмем, например, какой-то, не знаю, банальное автотестирование, например. автотестирование для ваших команд это хорошо или плохо? Хорошо. Или плохо, или там непонятно. И вот интересно, не бывает команды, грубо говоря, для которой это может быть плохо. Весь вопрос, вот появляется такой таймлайн, весь вопрос в том, сегодня команда готова, сегодня может быть юнитетестирование для нее плохо, а через месяц, например, это идеальная практика. Наша задача не следовать unified процессам, а имея в основе, например, скрам или кангл как базовые фреймворки, каждый день выбирать себе новые инструменты, новые практики или придумывать даже их, которые будут делать наш процесс еще более и более хорошим. Все процессы в agile мире, они какие? Эпирически, основанные на предыдущем опыте. То есть мы что-то сделали, у нас что-то не получилось, где-то мы зафакапились, быстро и дешево, раз, придумали, как можно это исправить. Ну и можете проверить, вот те у кого, кто поднимал руки, что у вас agile, скрам, канбан, вот эти две вещи выполняются у вас? Хотя бы эти две. Ориентированы ли вы на бизнес, на то, чтобы помогать ему, а не просто делать то, что он просит, не просто делать фичи, а именно решать его проблемы? И заложены ли у вас механизмы в любом их виде? Хоть на стендапах, вы проблемы выявляете, анализируете, решаете, хоть там, на ретроспективах, где угодно. Делаете ли вы это на регулярной основе или нет? И в этом как раз и есть успех современных команд. Вот. Спасибо вам большое. У нас… Надеюсь, было полезно. У нас осталось ноль минут, поэтому вы можете мне задать вопросы, а можете вот прийти ко мне на тренинг. Если хотите, мы поговорим здесь про разработку продуктов, про Lean Canvas, а здесь про процессы, про вот эти механики. Давайте. Пока нас не выгнали, можно на вопросы поотвечать. Самый первый шаг вы делали. Уменьшать длину спринта для того, чтобы как можно чаще заказчику показывать. Да. Но ведь это как бы обоюдо… То есть… Обоюдо что? Ну, обоюдоострый меч. Чем короче спринт, соответственно, тем больше процент времени там уходит на облизывание… Интерзакционные расходы различные. Да, на версии. На мейсинге и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, наверное, как бы это не всегда хороший подход. Смотрите, это вопрос, вопрос очень классный, да, очень часто его сдают. На самом деле, это вопрос двух вещей. Вопрос контекста, в котором мы работаем. То есть, насколько наш бизнес, например, насколько у нас бизнес динамичен, скажем так, насколько быстро все меняется. От этого зависит длина итерации. Потому что, если мы разрабатываем, например, ПО для самолетов, то там как бы раз в 15 лет ничего не меняется. То есть, там в принципе как бы недельные итерации вообще никому не нужны. Там как раз водопад прям идеальный вариант. Другое дело, когда мы пилим, например, возьмите любой, любой что угодно. Баду, например, взять, да, пилим, пилим, раз поняли, что надо по-другому. Или Headhunter там, раз, конверсия маленькая, давайте вот это запилим. Поэтому, чем меньше будет длина итерации, тем быстрее мы узнаем что-то новое, тем больше компания, например, на этом заработает. И мы верим, понимаем или верим, неважно, в то, что для нас это выгоднее, несмотря на то, что у нас действительно есть транзакционные расходы внутри коротких итераций. То есть, надо и на планирование сходить, и на стендапы, и на ретро, а работать-то когда? Да? Я про то, что есть же время, когда разрабатывается фича какая-то, а есть время, когда все эти фичи складываются в общую сборку и пытаются сделать так, чтобы в этой фичи багов не появилось. Из-за ввода фич не появились сборки бага. Вот у нас большой продукт, мы в него добавили там маленький кнопарь, и добавление вот такого кнопаря у нас в итоге порождает какие-то другие проблемы. У вас проблемы тогда, раз у вас добавление кнопаря порождает. Ну, это понятно. Я сейчас быстро на этот вопрос не отвечу. То есть у вас инженерной практики должны быть то же самое тестирование и так далее, и так далее. Потом фичи не обязательно копить в релизы. Слушайте, это old school. Но это, я не знаю, какой год, это 70-й год, когда придумали делать релизы. Да блин, это же процессный костыль. Сделали фичу, задеплоили. И ваш навык как крутой команды заключается в том, чтобы какой бы сложной ни была фича в каком угодно бы сложном продукте, это все работало на продакшне, никого ничего не отвалилось. А если отвалилось, то у небольшого количества пользователей и у вас есть система мониторинга, о которых там сейчас говорят, моментально вы об этом узнали, моментально проснулись и моментально быстро поправили и типа опять все хорошо. Но такого лучше бы, чтобы не происходило. Качество должно быть встроено в процесс. Спасибо. Коллеги, время на вопросы подошло к концу. Я вот в коридоре сейчас буду. Давайте тогда, если у вас есть вопросы еще, то готов ответить. Большое спасибо. Напишите мне. Спасибо вам. Спасибо. 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 . Спасибо.